И я тоже смотрел на это со стороны. Но когда это коснулось России, наверное, я вот в этот момент просто понял для себя. А это мне уже касается. И мне не захотелось спешить и снимать видео, где я говорю, вот, осуждаю, это плохо, да что, да. Потому что это касается страны, в которой я живу, в которой моя аудитория, моя жена, моя семья, мое все, моя жизнь, по сути. И поэтому мне не хотелось тут же смотреть на нее, как на зло. Я хотел понять, что происходит. Потому что это касается, ты знаешь, как будто, если в твоей семье твой отец или твой сын делает какие-то жесткие действия, то, естественно, первым делом тебе хочется понять, почему он это делает, потому что это твое. Тебе сложно смотреть, рассматривать своих близких, там, отца или сына как преступника. Поэтому ты, наверное, единственный, кто захочет. Можете представить, как Чикатило, семья, как ей пришлось рассматривать ситуацию и смотреть на своего отца, на мужа, понимаешь? Это как бы жесткое сравнение. И поэтому первое, что происходит, мне захотелось... Ну, это жесткое сравнение, потому что в этот момент мне захотелось понять, почему Россию считают злом? Почему Россию сейчас обвиняют в таком жестком? Ну, типа, Россия напала на Украину, бомбит украинские города. Все, что ты видел вначале в повестке, это было жестко. Ну, типа, вот так, как Россию преподнесли первые там несколько недель, это пиздец. Это вот, поэтому я и сравнил с Чикатило. То есть, это ужас. Тебя заставляют смотреть, вот, как детей или там жену Чикатило на Чикатило, так и русских россиян заставляли смотреть на Россию. Естественно, в этот момент я и так спорил. Да, я сказал, подождите, стоп, я вот отказываю, я хочу понять. Я хочу найти этому оправдание, потому что своему оправдание найти ты хочешь. И это побуждает тебя, как минимум, копаться, интересоваться. Вот. И, к счастью, я очень быстро докопался. Причем мне было легко, потому что у меня и в семье много кто из Украины, там, бабушка, мать и так далее. Со стороны жены, очень много друзей. И, в принципе, я уже как бы был больше на этой стороне, потому что во времена Майдана тоже это обсуждалось и в моей семье. И из-за того, что я вырос в Европе и уже приучен критиковать все, что рассказывают СМИ государственные, что по телевидению рассказывают. А раз в Германии госпожа Меркель принимала у себя лично Яруша и Порошенко и так далее, мне уже это показалось какой-то хуйней. То есть, если Германия топит за что-то или там НАТО, США топят за что-то, значит, это обязательно какое-то вранье. Я уже с этой позиции не поверил происходящему на Майдане. И в этом случае то же самое. Я поставил это под вопрос, во-первых, потому что это мое. Типа, я почувствовал, что это страна, это меня касается, я не хочу смотреть на Россию как на виновную, на самое зло, которое сейчас на планете существует. И поставил это все под вопрос. Поэтому, естественно, я и переосмыслил постфактум и мою позицию как гражданскую, что касается внутри политики России, так и вот как раз таки в белорусском вопросе. Ну, кстати, у меня очень похоже было, потому что я вот смотрю абсолютно те же самые приемы, что были в Беларуси. Ну, я имею в виду приемы СМИ. Практически те же самые источники говорят. И у меня сразу сработало, значит, это неправда. А потом нужно было, я так понимаю, Коля тоже, я много смотрел разговоры таких политически подкованных ребят с украинцами. Чатрулет. Я это из твоего текста на батле понял. Когда в тебе летит ракета, это, конечно, не цукерка, но вы все сидите у своих кимнатов, в чатрулецах, говорите, что фу**, что мозголи гандонны, что разбомбили уси дома, почему что дети дома? Я тоже это видел, возможно. Евгения, сила в правде и все такое. Да. Это элементарно, когда им задаются вопросы, а вот вы знаете, что происходило на Донбассе, они начинают нести просто какой-то несусветный бред. Да, элементарно, когда они начинают там скидывать руки в известном приветствии и кричать. А, мне интересно, какая неожиданная реакция последовала? Ну, я не знаю даже, с чего начать рассказ. Короче, но мы с моими друзьями, с моими вот прям близкими корешами, мои родные кореша, на голубом глазу мне говорят, Америка это свобода. Это вот про моих друзей, которые, ну, там кто-то уехал, кто-то там остался, но, ну, как бы, ядро позиции было такое, вот, что, ну, как бы, Путин враг России, вот он таким, как бы, пауком сел, как бы, и начинает сосать, ну, в смысле, не начинает, продолжает, как бы, сосать недра нашей земли, и, ну, он такой, как бы... И сам разбухает, такой все больше и больше. Такой Волан-де-Мор, да? Да. Мистер Беррис. Ну, картина мира такая, как бы, у человека. Вот он живет вот в этом убеждении. А у меня картина мира немножко поменялась к тому моменту. В целом, вообще, восприятие мира, как чего-то злого, ну, я, как бы, все больше и больше убеждаюсь, что вообще в целом нет ничего злого. Все всегда было, есть и будет за нас. Вот. Ну, и тогда, как бы, я подумал про эту вилку на состояние, как бы, я пришел, на тот момент я встречался с девушкой, я пришел и говорю, блядь, это вилка на состояние. И? И начал копать. Копать информацию какую-то о том, как... Дырявый. Ложка. Пардоните. Ну, как бы, интересоваться, с чего начался конфликт, какие были договора заключены, кто их как исполнял. И все, ну, немножко, потихонечку стало складываться в цельную картину. Ну, как бы, и Майдан этот. И на сельские договора вложили свои три зубца, да? Да, да. Ну, и, кстати, Евгения тоже я смотрел очень много, ну, который вот я из Петербурга. Отличный парень вообще. Кстати, его заблочили везде, его даже не только на Дзене я на него натыкался. Очень крутой мужик. Он выходил в чат рулетку. Максимально спокойно. Я понял. Он все время... Кто нарушил минские договоры? Они все время все украинцы, почему-то вот как один, может быть, за исключением одного-двух из нескольких сотен. Россия нарушила минские договоры. Он такой, хорошо, давайте открываем минские договоры. А где тут Россия? А России там вообще нету. Россия являлась просто гарантом их выполнения. Они никому не давали никаких обещаний, в отличие от Украины. И все, и тут же ребята сразу начинали или садиться на задницу, или агрессировать, пеной исходить, кричать, да ты русиня! Вот это вот все, что мы все наслушали. Просто никто их не читал. Ну, как бы большинство людей вообще не читало минские соглашения. До 24-го числа, 24-го февраля для большинства обсуждающих сегодня эту тему в творческой общественности, они о существовании конфликта не знали такого. Ну да. И для меня, кстати, тоже это было. Ну, там, на Донбайк, что-то там происходит, кто-то там как бы перестреливается. Я, ну, как бы не знаю почему, и меня это мало интересует. А тут, ну, как бы я понял, что, не, надо все-таки поинтересоваться, что там происходит. Ну да. Знаешь, единственное, когда вот я слышал обо всем этом от наших коллег, от рэперов каких-то, я слышал лишь в контексте, вот когда наши общие знакомые выпускали песни, посвященные Бандере, типа ироническом ключе, или когда Слава выпускал Донбасс Борн, или когда наш любитель Степана тоже выпускал песни там про ватники из Нашинской ДНР, да? Да, да. Вот это вот все. О ком речь? А ты не знаешь, я не хочу, чтобы ты знал. Почему? Ну, мы обрадуемся, что мы... Что упоминаем? Да что ты будешь в курсе, как бы. Ладно. Нафиг это надо. Хорошо. Ну, это с Ренессансом. Мне кажется, вот с ВВ примерно так и работает, вот ему некоторую информацию просто не хотят доносить, потому что, думаю, Владимир Владимирович, вообще-то знать не надо. Хорошо, ты наш ВВ. Ну да. ДФ. Я это имел в виду. Если это упоминалось, то исключительно в каком-то ироническом ключе или с той стороны, что Украина обязательно права, а с той стороны просто какие-то придурки необразованные. Только в таком контексте я слышал от нашей творческой хип-хоп-общественности об этом конфликте. Давайте пример такой дам. Вот представь себе, мы живем где-нибудь на окраине Мексики или там какой-нибудь там Бразилии, где-нибудь, ну, прям далеко от больших городов, да, вот деревня, и ты ночью, там, часа в три-четыре ночи слышишь огромный бум и видишь издалека какой-то свет вдалеке. То есть ты предполагаешь, что там что-то взорвалось или там комета упала, что-то, что угодно. Вот ты, как житель этой соседней деревни какой-нибудь мексиканской, идешь в эту деревню, где это предполагаемо произошло и по дороге спрашиваешь людей, а что там произошло? И тебе рассказывают, там вот, типа, Хосе принес газовый баллон, неправильно его подключал и, типа, ебануло. И ты приходишь в эту деревню и видишь, что там разруха, видишь, что там несколько людей погибло, ты возвращаешься в свою, у тебя и соседи, и кто-то спрашивает, ну, что ты, видели, ночью была вспышка, и там бум был. И ты такой говоришь, да, я слышал, там мне рассказывали, Хосе принес газовый баллон, пытался его подсоединить и ебануло. Это логично, да, цепочка информации? Как ты хочешь, чтобы творческая общественность относилась или рассматривала происходящее, если у них только вот этот один путь в соседнюю деревню, где им по дороге только одну версию эту рассказывают? У них, это то, за что я постоянно цепляюсь и на чем я настаиваю. Люди, которые в большинстве своем сейчас топят за либеральную повестку, топят за нее только потому, что у них не было альтернативных, у них не было. Ну, знаешь, в моей жизни тоже какие-то случайности произошли, которые меня заставили это все переосмыслить. А не произошли бы, я точно так же сейчас был бы, где-нибудь сидел бы в Берлине и ту же самую историю. То есть мы обсуждаем творческую общественность, как будто обсуждаем каких-то, как будто это виновные подсудные разбирательства, где мы рассматриваем их как виновников. Мы не рассматриваем, что к этому привело. Вот поэтому мне было интересно, как происходил сам процесс, то есть отмены, скажем, назовем это, я назову это отменой, Коли, что произошло? Перестали звать на площадки, перестали общаться, отписались. Каким образом ты на себе почувствовал, типа, как это сказалось на твоей жизни, на твоей творческой жизни и на твоей социальной жизни твой баттл? Какие последствия? Ну, много кто высмеял как бы мою позицию. Сказали, ну вот этот дурак там в белой лаборатории. Кто из известных нам персонажей тебя высмеял? Тот тип, который... За Б. Да, Волк. За Б тебя высмеял? За Б, да. Меня не высмеял, я недавно его спрашивал, типа, он говорит, что он во мне никаких противоречий не увидел. моих высказываний. Но это я случайно как бы заметил. Я не то, чтобы прям ну как бы слежу за этим. Ну, кто-то мне скинул там вот как За Б там смеется над белой лабораторией. А, я, блядь, перепутал За Б с Замаем. Прикинь, я сейчас что-то За Б за Май, я сейчас только понимаю. А, За Б же этот, этот, дурачок в футболке Гуччи, да? Геблан Максимироновский. С РБЛ, да?